Приветствую вас, дорогие мои овны. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 18 по 24. Посмотрим, какие главные события вас ожидают в этот период, на что обратить внимание, какие конфетки, какие занозы ожидают и так далее. Сегодня с нами будет разговаривать Таро в 78 дверей. Итак, события, события, события недели. Начнем с вашего настроения, личного настроя на этой неделе. Каким он будет? Так, семерка чаш. Любопытно, ну хорошо. А какие события будут? Так, четверка жезлов. Отлично. Еще девятка пентаклей. Так, ну-ка, еще одну карту. Шестерка жезлов. Друзья мои, вот знаете, можно, в принципе, как говорится, не продолжать, но, тем не менее, мы продолжим. Вот смотрите, ваше настроение по семерке чаш, в принципе, может, спровоцировано вот этими прекрасными событиями. То есть, появились мечты, появились надежды. Более того, вы уже можете начать разрабатывать какие-то варианты. Может, по покупке чего-то, может, по встрече с кем-то, когда получили какой-то намек, что да, что-то может закрутиться, завертеться. Может быть, получили предложение по работе, и ваши уже фантазии ваши, как говорится, улетели далеко-далеко, что вас там ждет, что вы получите, и вообще, и так далее, и тому подобное. А события, события замечательные. Посмотрите, четверка жезлов. Друзья мои, это праздник, это окончание какой-то работы, какого-то дела. Может, даже по дому какое-то дело быть. Ну, я не знаю, может, генеральную уборку закончите на этой неделе, или что-то купите, или кто-то к вам приедет, с кем-то вы встретитесь. Но главное, что это прекрасное самочувствие, прибавление энергии за счет общения с близкими вам людьми. Да, вполне возможно, что это некий юбилей. Отдых, заслуженный отдых, ненапряжный. Особенно, если была какая-то проблема, и вы ее разрешили. Вот ваше состояние. Кроме того, девятка Пентакли. Ну, девятка Пентакли, друзья мои, это действительно презентации себя всем и всякому. Но для дела, конечно, для дела. Что, может, у вас какие-то наметочки появились, какие-то хотелочки. И вы, как говорится, начали себя афишировать, что вот вы такая хорошая, золотая, прекрасная, умница, красавица, спортсменка и так далее и тому подобное. И вообще у вас все замечательно. Вы многое можете, вы многое умеете, и вы самостоятельная, богатая, состоятельная. Ну, в общем, хороша во всех своих проявлениях. Или хорош во всех своих проявлениях. Это может быть и получение денег, да, друзья мои, за работу, за какие-то услуги, за какие-то удачно проведенные сделки. Прекрасно. И посмотрите, третья, шестерка жезлов. Это карта победы. Тут, как говорится, вообще говорить не о чем. Что-то очень важное, возможно. Ну, для вас важное. Я не имею в виду там что-то, знаете, глобальное, приглобальное. Да, нет. Наша жизнь состоит из мелочей. Да, из мелких дел. Но эти мелкие дела, мелкие события, они складываются в что-то общее, результативное. И, в общем-то, благодаря им мы потом получаем итог, что мы сделали. Правильно ведь? Так что, было о чем мечтать, ваше настроение по семерке чай. Было, будет, точнее, будет о чем помечтать. И фантазия может, конечно, разгуляться. Ну, еще, конечно, семерка чаш может говорить о появлении возможности выспаться. То есть, вы сделали свои дела. Какие это были срочные дела. Очень много было дел, да. Какая-то была, ну, может, цель. Может быть, не цель. Что-то перешло с прошлой недели. Ну, просто надо было это сделать. Не обязательно по работе, по бизнесу. Это может быть касаться и личных дел. И вы, наконец-то, с этим справились. И теперь можно и отоспаться, и отлежаться, и вообще расслабиться. Идем дальше, друзья мои. Да, кто не видел прошлую недельку, мои хорошие, для вас это краткое объявление. Я открыла Инстаграм. Пожалуйста, заходите туда, подписывайтесь. Там я выкладываю карту дня на каждый день. Я думаю, что кому-то это будет интересно. Кроме того, есть информация об обучении Таро. Тоже кому это интересно. Так что заходите, друзья мои. Заходите, подписывайтесь, участвуйте и так далее. Ну, а я продолжу. На что нужно обратить внимание? Умеренность. Сохранять баланс. Сохранять внутреннюю гармонию. Гармонию в отношении людей. Именно на это обратить внимание. То есть, знаете, регулировать все вопросы, отношения мягко, спокойно. Не доводить до конфликтов. И если что-то там будет намечаться, принимать все меры, чтобы все прошло тихо, гладко, без сучка и задоринки. Вот так вот, друзья мои. Хорошо. Какие конфетки ожидают? Хотя тут уже конфеток, мама дорогая. Итак, какие конфетки? Ну, карта мир. Действительно. Карта результата. Карта достижений. Как деловых достижений, так и личных достижений. То есть, закрытие некого этапа. Закрытие некого дела. И получение возможности перейти к новому делу. Может, даже к новым отношениям. Может быть, к новой работе. Да, друзья мои. Может, кто-то сменит работу на этой неделе. И приступит к новым обязанностям. Может, кто-то организует новый бизнес. В том же самом интернете. Своё небольшое дело начнёт. Почему бы и нет? Всё может быть. Новые отношения личные, сердечные. Начнёт. И закроет старые, которые, в общем-то, уже напрягать стали. То есть, карта мир, она конфетка с двойным дном. Вот я бы так выразилась. То есть, и обёртка красивая, и внутри тоже самое. Понимаете? Вкусность. То есть, конфетка сама по себе тоже вкусная. Вот шестёрка даже жезлов. Смотрите. Встреча. Это вполне может быть трудоустройство. Это может быть вхождение в новую семью. В новый коллектив. В новый круг знакомых. Где вас примут с распростёртыми объятиями. Вот оно. Начало нового этапа. Вот такая конфетка. Заноза. Давайте посмотрим. Будет ли заноза, и какая. Ну, троек об чаши. Заноза не сказать, чтобы серьёзная. Ну, скажем, захочется иногда не вовремя расслабиться, развлечься. Может быть, захочется потратить денежки, хотя нежелательно было это сделать. Или вообще, знаете, сделать какую-то покупку, а потом осознать, блин, зря. Не надо было это покупать, не надо было это делать. И вот как-то так. Но зов души, позыв, если можно так сказать. Бывает, крышу переклинит, и идёшь во все чашки. Ну, вот такая небольшая заноза, друзья мои. Кстати, может быть, даже ваши друзья, подруги, родственники будут вас отвлекать от ваших дел. И вот это тоже может являться занозой. Ну что ж. Теперь в заключение совет. Совет, совет, друзья мои. Совет на эту недельку. Что вам порекомендуют карты? Королева Пентакли сохраняет спокойствие. Практичность в делах, отстаивание своих интересов. Если есть возможность получить покровительство, помощь, или какой-то денежный интерес от этой особы, используйте его. Вполне возможно, что действительно это для вас будет очень важное покровительство. Если наметился в вашем окружении персонаж, сердечный персонаж, это для свободных, то используйте его, потому что вы получите то, что вы хотите. В общем, дорогие мои умные, роскошный прогноз. Просто замечательный. Я бы сказала, будет лёгкая неделя, плодотворная неделя, результативная неделя. И это самое главное. И дай Бог, чтобы так оно и было, друзья мои. На этом я заканчиваю. Мне остаётся пожелать вам здоровья. И будьте счастливы. И до новых встреч, конечно, на моём канале и на Инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои кельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 18 по 24 января 2021 года. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Конечно же, это будет краткий обзор главных событий. Вот. Период всё-таки маленький. Но приступим, друзья мои. Приступим. Сегодня нам будет отвечать 2-78 дверей. Итак, какие главные события вас ожидают? Начнём с настроения, с вашего настроя. Двойка жезлов. Ну что ж, неплохо. Так, какие главные события вас ожидают? Так. Король мечей. Ещё что? Рыцарь мечей. Ага. Так. Ага. Всё понятно. Туз Пентакли. Ну, прежде чем начать трактовочку, друзья мои, хочу сделать объявление для тех, кто не видел прошлую недельку. Итак, новость первая. Я есть теперь в Инстаграме. Новость вторая. Открылась предварительная запись на видеоурок по Таро. Кстати, друзья мои, ещё на Инстаграме будет идти, уже идёт, собственно говоря, выпуск карты дня. То есть на каждый день будет краткий обзор, что будет происходить. Причём по знакам зодиака. Ссылочки на Инстаграм под этим видео. Ну, теперь вернёмся к прогнозу. Что касается вашего настроя и настроения. Ну, двойка жезлов говорит о том, что захочется вам в чём-то разобраться. Может быть, собрать некую информацию, подсмотреть, подглядеть. Может быть, сделать выбор между двумя партнёрами или партнёршами. Выбор между двумя работами. Не исключено своего рода взвешивание, как бы создавшейся обстановки, создавшихся обстоятельств. Да. Что из этого получится? Как из этого может вырулить? Кого привлечь к этому? Каких партнёров привлечь? Каких союзников? Каких людей, которые бы смогли помочь вам порешать ваши задачи или продвинуть куда-то? То есть можно сказать, что будет идти оценка ваших перспектив. Неважно, какой сферы будет касаться. В отношениях, в работе, в личных делах и так далее. Далее. Какие же главные события? Ну вот, как бы, король мечей, в общем-то, подтверждает, с чем связано ваше вот такое настроение. Да. Не исключено получение серьёзной какой-то информации. Не исключено влияние на ваши дела, на вас или на ваше близкое окружение, от которых вы, может, зависите со стороны какой-то важной, какой-то важной персоны, статусной персоны. Может возникнуть срочная необходимость оформления документов, срочная необходимость доказывать, точнее отбиваться, может быть, даже от претензий каких-то. Может возникнуть срочная необходимость поездки куда-то. Ну, поездка будет не просто так, вот, как говорится, голову ударила, а по делам. Да, по делам. И кульминацией всех ваших вот этих дел будет, скорее всего, друзья мои, выгода. Туз Пентакли, он просто так не выпадает. Он говорит о возникшей удаче, возможности, шансе, который пропустить ни в коем случае нельзя. Надо действовать, надо, как говорится, хватать. Если оформлять документы, значит оформлять документы. Встречаться, разговаривать и ехать. Если касается отношений, надо начинать действовать обязательно. Вот о чем говорят эти карты. И вы это будете делать, потому что, ну, упустить такой подарок, может быть, это подарок судьбы. Хотя вы можете этого не понимать в данный момент. Но это может так случиться. Это вот знаете, как в жизни бывает. При любых обстоятельствах, допустим, поиски работы или встречи с сердечным партнером, да, вот, казалось бы, кто-то вам что-то предложил, а вам показалось, что это неинтересно. А на самом деле, возможно, этот момент, эта встреча могла бы развернуть вашу жизнь вообще, как говорится, на 180 градусов. Или ответ на сердечное признание поклонника мог бы дать вам совершенно другую личную жизнь, чем, допустим, у вас случилось без этого. Понимаете? Так что, друзья мои, похоже, чуйка, а она у вас есть, особенно в материальном плане, вот, что-то вам такое нашепчет, что вы, как говорится, возьмете бразды правления в свои руки и начнете очень-очень усердно действовать. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Давайте теперь посмотрим, на что обратить вам внимание на этой неделе. Ну вот, видите, опять продолжение истории. Туз Жезлов, что-то точно вас это подымет с дивана, подымет с кресла или со стула и понесет, как говорится, вперед из песни. Два туза, друзья, два шанса, две возможности, два факела, факела каких-то новых дел, новой начинаний, новой информации. Вот, на это нужно обязательно что-то постучиться к вам в дверь. И вот на этот стук, ну, я имею в виду, образно выражаясь, постучиться в дверь. И вот на этот стук вам нужно обязательно отреагировать. Какая конфетка вас ожидает? Рыцарь Жезлов. Опять же, персонажа видим. Конфетка в виде, может быть, приезда некого человека, встречи, разговора. Ну, скорее всего, наверное, делового разговора. Вот там и будет скрыта конфетка. Да, вполне возможно, что и вот этот шанс будет в этой конфетке. Подумайте, что это может быть, друзья мои. Кто постучится в вашу дверь, кто к вам приедет, кто вам сделает предложение. Не важно, по работе, по бизнесу или по личным каким-то делам предложение. Ну, это будет являться конфеткой. Что, какая заноза вас ожидает? Давайте посмотрим. Ну, пятерка чаш, конечно, очень эмоциональная карта. Я бы так сказала, будет потряхивать иногда. Уж извините за выражение. Я, конечно, с трудом представляю, что Тельцов может потряхивать в эмоциональном плане. Но, тем не менее, захочется, может, с кем-то посоветоваться. И вот это будет как бы препятствием. Вот эти отвлечения внимания на поиски кого-то, чего-то. Или успокоение себя, что не надо волноваться. Ну, что ты там это самое, успокойся, тогда все будет нормально. Вот это будет вас отвлекать. Что касается совета. Давайте спросим, какой совет вам дадут карты Таро на эту неделю. Какие рекомендации. Итак, совет. Шестерка жезлов. Друзья мои, шестерочка жезлов. Совет не тушеваться. Действовать, еще раз действовать, еще раз действовать. Работать, добиваться, потому что все-таки это карта победы. Да, действительно, будет у вас шанс в чем-то победить. Где-то победитель. Где-то получить свое, может быть, даже долгожданное. Главное, не сдаваться. Идти вперед, пробивая себе дорогу. Доказывая свою компетентность, доказывая свою опытность, свои прекрасные навыки в любом. Даже доказывая, что вы вот такая хорошая, хозяйственная, умница, красавица. Или умник, красавец и так далее. Действовать, друзья мои. Вот совет самый, кратко, если выразиться. Не сидеть, не смотреть, не ожидать, а идти и добиваться. Вот такая рекомендация. Ну что ж, прогноз хороший. Прогноз деловой. Очень интенсивная неделя может оказаться у вас. Но она того стоит, друзья мои. Она того стоит. На этом я заканчиваю. Мне остается только пожелать вам, конечно же, здоровья. Пусть у вас все получится. Пусть у вас все сбудется. Пусть эта неделя принесет вам именно те результаты, которые вы ожидаете. Ну а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 18 по 24 января 2021 года. Давайте посмотрим, какие главные события вас ожидают на этой неделе. Какие конфетки, какие занозы. И вообще, на что обратить вам внимание. Итак, главные события этой недели. Начнем с вашего настроения. Каким будет ваш настрой на эту неделю? О, прекрасно. Колесница. Как говорится, лучшего желать невозможно. Хорошо. Главное событие. Угу. Король чаш. Так, еще. Двоечка пентаклей. Еще один король, только жезлов. Так, ну давайте еще, наверное, одну карту. Десятка мечей. Ну, прежде чем начать мне трактовочку, мои хорошие, хочу сделать два коротких объявления тех, кто не видел прошлую недельку. Ну, во-первых, приглашаю вас на мой инстаграм. Вот там я выкладываю прогноз событий на каждый день, кому интересно. И второе объявление. Я начинаю образовательный сезон в формате видео уроков. Ну, вообще, у кого есть какие вопросы, пишите на мою почту или в инстаграм, как вам удобно. Вот, ссылочка будет внизу в описании. Так что приглашаю вас к своему шалашу. Ну, ладно, давайте продолжим. Что же у нас там с событиями там? Ну, как я уже сказала, колесница, выпавшая на ваше настроение, она нам сразу же показывает желание чего-то добиться, что-то сделать, что-то получить. А может, у кого-то желание куда-то поехать. Да. Срочно куда-то поехать. Причем обязательно. Без всяких. И этим вы будете всю неделю, как говорится, гореть. И либо собираться в дорогу, либо эта карта показывает ваше настроение во время этой поездки. События. События. Здесь у нас выпало две персоны, два короля. Сразу же появляется подозрение, что каким-то образом будут влиять на вас некие персоны. Или на ваши дела будут влиять. Вносить сумятицу в ваши дела. Либо заставлять вас, ну, скажем так, реагировать быстро. Быстро что-то оформлять. Может быть, это будет связано с документами. Может, это связано с переговорами. А может, просто-напросто на вас свалится еще какая-то дополнительная работа, которую, в общем-то, вы не предполагали ею заниматься. Но случилось то, что случилось. Вот. Может, вовлекли вас в какую-то работу, в какое-то дело. Вполне возможно, что это ваши друзья, подруги, хотят мужские фигуры. Это только подчеркивает, что они как бы имеют над вами некое давление, некий статус, авторитет. Люди, которым вы отказать не можете. Вносит, конечно, резонанс в наш расклад «Десяточка мечей». Она показывает, что может быть на этой неделе некое обстоятельство, которое не совсем для вас будет приятно. В том плане, что что-то нужно однозначно закончить. Да, это будет неприятно. Да, это будет напряжно. Не хочется это будет делать. Но надо. Надо. Это может быть не только работа, бизнес. Это могут быть и домашние дела, а могут быть и вообще отношения. То есть надо с кем-то срочно переговорить. Надо что-то выяснить. Надо разобраться. Может, даже и поскандалить. Но вам этого не хочется. Но это надо. Надо сделать, чтобы поставить окончательно точку. Да, друзья мои. Может выдаться суматошная неделька. Так скажем. Суматошная. И вот в этот оборот суматохи вы будете вовлечены благодаря вот этим персонам. То есть благодаря обстоятельствами, не зависящими от вас. Но что радует, друзья мои? Радует ваше настроение. Да. Что для вас это будет, не будет проблемой. Вы полны решимости, твердости, полны энергии. Надо поехать? Да нет вопросов. Поеду. Надо что-то сделать? Да ради бога. Но если надо, сделаю. Надо что-то закончить, с чем-то или с кем-то порешать. Ну, порешаю. Вот такой будет у вас боевой настрой. Если у вас какая-то хотелочка есть, если какой-то план или намерение, вы это на этой неделе обязательно сделаете. И не важно, какой сферы это будет касаться. Отношений, бизнеса, работы, домашних каких-то дел, или отношений с вашей семьёй, или вообще семейных отношений. Вы будете рулить на этой неделе. Несмотря, что у нас вот десяточка мечей. Кстати говоря, десятка мечей, она может как раз и показывает, что вы на этой неделе захотите разобраться со всеми неразрешёнными раньше делами. Ну, может, тянули. Некогда было, неохота было. Вот. А сейчас пришёл момент. Всё. Делаю и точка. Ну, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание на этой неделе. Восьмёрка жезлов. Ну, вот видите, как раз, как говорится, в тему. Обратить внимание именно на дела. Да, вот видите, как ключики лежат на столе. Вам нужно их также разложить все ваши дела недели. И расставить их по порядку. Что в первую очередь, что во вторую очередь, что в третью. А что вообще откинуть, отбросить и забыть окончательно. Вот на это вам нужно обратить внимание. Как бы, знаете, на порядок распределения ваших дел. Да, сделать выбор, что важно, что не важно и так далее. Хорошо. Какие будут конфетки у вас на этой неделе. Ну, вот ещё одна персона. Друзья мои, что-то много людей вокруг вас нынче будет крутиться, вертеться. Уж не знаю, кто это, что это. Но вот у нас конфеточка выпала. Персонаж, либо он вам принесёт денежки, либо вы от него получите какой-то материальный интерес. Может быть, помощь, может, покровительство, может быть, вполне. Вот. Но это для вас действительно будет конфетка. Может, кто-то познакомится вот с таким статусным, интересным мужчиной. И не обязательно деловое знакомство. Может, это будет и личное, и сердечное знакомство. Да, с перспективой на будущее. Почему нет? Вполне возможно. Ну, и конфеткой, конечно, может являться появление уверенности в некой стабилизации вашего финансового положения. Хорошая конфетка. Это можно даже назвать не просто конфеткой, это коробка конфет. Может, вас партнёр порадует подарочками. Или некой суммой, я имею в виду, конечно, сердечный партнёр или партнёрша, неважно, что тут мужчина. Может, ему выдадут зарплату приличную или удачно проведёт сделку. Вообще, это может быть даже действительно и удачно проведённая сделка. Бизнес-сделка, сделка с недвижимостью, что-то ещё. Хорошо. Что там насчёт у нас занозы? Вот это заноза, друзья мои. Суд. Что сказать? Карта завершённости, карта возрождения, карта... Ну, я бы даже сказала, некого, может быть, выбора. В более глубоком смысле. Вот то, что я уже озвучил, что нужно будет с чем-то разобраться, что-то доделать и забыть об этом. Очистить поле деятельности, очистить поле вокруг себя, чтобы можно было заняться чем-то другим, более интересным, более для вас важным. Если вы собираетесь на этой неделе разобраться с какими-то отношениями, то это нужно сделать и причём разобраться так, чтобы больше к этому не возвращаться. Потому что карта суд, она говорит о том, что что упало, то пропало. Больше мы этим не занимаемся. Ну, для кого-то, конечно, карта может проиграться впрямую. То есть, необходимость заняться какими-то юридическими, судебными делами. Или подвести итоги каких-то своих дел. Что было сделано и что вы в результате получили. Какой резонанс получили ваши дела. На пользу или во вред. Ну, главное, что вы именно сделаете оценку. Оценки своей деятельности. Ну, если вот говорить, скажем, в глобальном таком смысле, да. Может, кого-то на этой неделе настигнет воздаяние небесное. Да, за ваши добрые дела. Придёт своего рода вознаграждение. Всё-таки эта карта у нас кармическая считается. Вот. Тут хотите вы, не хотите, но вы это получите. Ну, кто занимается какими-то юридическими, судебными разборками, возможно, на этой неделе вы получите решение. Да. Окончательное решение суда. Или окончательное какое-то письменное подтверждение. Либо отказ, либо разрешение на что-то. Ну, в зависимости от того, на какую тему вы подавали это прошение. То есть появится результат, друзья мои. Если вы на этой неделе решите разобраться с отношениями, то, в принципе, действительно состоится очень серьёзный разговор. И, похоже, этот разговор будет окончательным. Всё. Больше вы на эту тему разговаривать с человеком не будете. Ну, вот такая занозочка. Как говорится, хочешь, не хочешь, но придётся делать. Хочешь, не нравится, не нравится, но вот получили вот такой именно результат. Так. И на пасашок у нас, друзья мои, на пасашок у нас совет. Совет Таро иллюминатов. Давайте посмотрим, что нашепчет нам Таро. Какой совет даст, какую рекомендацию даст. Девятка кубков. А совет такой. Не забывайте о себе, о своих интересах. Не забывайте о своей душе, о своём сердце, о своём я. Старайтесь по максимуму, ну, насколько это возможно, делать себе приятные вещи. Делать для себя приятные поступки. Баловать себя. Понимаете? Вот о чём говорит эта карта. И вот такой совет она даёт. На этом я, мои хорошие, заканчиваю свой прогноз. Мне остаётся пожелать вам здоровья, благополучия, взаимопонимания с вашим окружением, любви к себе, любви к другим, спокойствия в вашем душе, ну и самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и на моём инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои раки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 18 по 24 января. 2021 года, конечно. Посмотрим, давайте, что нам расскажут карты, какие события предскажут. Итак, главные события недели с 18 по 24 января. Начнём с вашего настроения, мои дорогие. Какой будет у вас настрой на этой неделе? О, король Пентакли. Отличный настрой. Хорошо. Какие главные события? Дама мечей. Так, Пажезлов. Что ещё? Умеренность. Что ещё? Угу. Карта смерти. Ну, прежде чем начать трактовочку, отвлеку вас на минутку, мои хорошие. Не обижайтесь на меня. Ну, у меня два объявления. Я открыла Инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Там я выставляю прогноз событий на каждый день. Своего рода карта дня. Второе объявление. Открываю я сезон. Образовательный сезон. На картах Таро. В формате видео урока. Если интересно, пишите либо мне на электронную почту, либо в Инстаграм. Вот. Ссылочки я дам внизу под этим видео, в описании. Спасибо за внимание. Итак, продолжим. Что у нас тут шепчут наши карты Таро. Ваше настроение по королю Пентакли. Сразу же можно сказать, что настрой очень серьёзный, практичный. Нацеленный что-то сделать на этой неделе, что-то получить. Может, с кем-то переговорить, с кем-то завязать контакты. О чём-то договориться. Ну, то есть, именно дела практичные. Здесь мы не видим каких-то настроений, сердечных настроений на этой неделе. Вот всё для дела. Всё для себя любимого или любимой. Да. Что касается событий. Как я уже сказала, у нас выпали Дама Мечей, Паш Жезлов, Умеренность и Карта Смерть. То есть, эта неделя, в общем-то, для вас чем-то будет завершающей. В каком-то деле завершающем. Да. Что-то вам придётся урегулировать. Причём, это дело вы урегулируете окончательно. Это может быть, действительно, какая-то встреча, разговор. Вопросы по вашей работе, может, даже и трудоустройство, либо увольнение, либо какой-то сделки. Неважно, какой сделки. Но именно эта неделя будет у вас решающей. Если даже это дело окончательно не завершится, то есть, останутся там какие-то моменты на следующую неделю, то в любом случае процесс будет уже запущен настолько серьёзно и настолько глобально, что возврату этот процесс уже не подлежит. Да, не исключено, что некоторые дела будут связаны с юридическими моментами. И ещё один есть небольшой аспект – это дама мечей. Дама мечей. Она меня в каком плане настораживает? Ну, не то чтобы настораживает. Она, как бы, знаете, подчёркивает, подчёркивает серьёзность положения, да, серьёзность подхода либо к отношениям, либо к каким-то делам. Вот, что здесь нельзя отмахнуться. Нельзя сделать что-то на халяву. Нельзя махнуть рукой, типа подождёт. Здесь всё серьёзно. Серьёзно надо будет подумать, проанализировать, переговорить. Тем более, не исключены, конечно, на этой неделе, может быть, претензии со стороны других, может быть, критика. И это, в общем-то, вам в плюс. Почему? Потому что вы, возможно, при таких обстоятельствах увидите для себя какие-то новые грани. Как делать дальше, как поступить, что исправить, что оформить, как повернуть разговор, как изменить отношения. То есть, это будет для вас подсказка. Вот такое у меня идёт, друзья мои, ощущение. Особенно это будет касаться именно отношений. Деловых, сердечных, неважно. Тут нужно чувствовать тонкую грань, мои хорошие. Тонкую грань. Как бы, знаете, соблюдать золотую середину. Чётко понимать, что вы хотите и как вы хотите сделать. Чтоб не навредить, не жалеть потом. И в то же время сделать так, как вам надо. Потому что это будет окончательно. Да, карта смерти. Она говорит, что назад ходу нет. Имейте это в виду. Ну, давайте посмотрим, на что обратить внимание. Четвёрка жезлов. Ну, вот сразу же идёт информация, что нужно обратить внимание на вопросы, связанные с жильём. С недвижимостью. С домом. С семьёй. Может быть, даже с загородной какой-то недвижимостью. Может быть, с дачей. Может быть, со сделкой какой-то, связанной с землёй. Обратить внимание на работу, на дело, на какой-то проект, который нужно закончить. И тогда будет вам счастье, друзья мои. Да. Будет праздник. И будет довольство собой, что вот, ну, сделано. Можно теперь расслабиться. И более того, возможно, получить результат за эту работу. Проделанную вами работу. Ну, результаты и материальные, и моральные, и, как говорится, любой. Ну, что касается конфеточек. Давайте посмотрим, что там у нас. Друзья мои, ну, такая конфетка, лапочка просто. Ну, девяточка чаши. Вы сами видите на картинку. Сидит человек расслабленно, пьёт, ест в удовольствии. Всё у него шикардос. Всё у него есть. Всё у него получилось. Ещё и делится своими плюшечками с другими. Ну, я не знаю. Какой-то праздник идёт. Какой-то, может быть, внутренний праздник, друзья мои. Да, от того, что вы сделали, вы довольны, что это у вас получилось. Здесь мы видим, конечно, праздник, всё-таки, девятка чаши. Это всё-таки праздник души, праздник сердца. Видимо, для вас это будет очень-очень важно. Ладно. Какая заноза будет? Восьмёрочка чаши. В принципе, заноза, не сказать, чтобы большая. Ну, как я уже и сказал, что необходимость расставить точки над «и». Да, от чего-то отказаться. Возможно, от кого-то уйти или с чем-то расстаться. Мысленно или в душе расстаться. Неважно тут. Перейти, как говорится, на другое поле. Либо поле деятельности, либо поле отношений, либо финансовое поле. И это может быть. То есть мы тут видим карту расставания. Вот такая заноза. Но что радует, друзья мои, это вы приняли сами. Сами решения. Это никто вас не заставляет. Это ваше. Да, может быть неприятно. Даже, знаете, не то, чтобы неприятно. Грустно. Да. Грустно расставаться. Всё-таки тут уже цветочки посажены. Всё облагорожено. А вот приходится почему-то бросать. Но по важной причине, естественно. И уходить неизвестно куда в горы. Вот такая интересная заноза. Ну, я тут расшифровывать особо не буду. Тут у каждого своя заноза, свои обстоятельства. Смотрите. Так. Ну, а теперь совет. Карта Ро. Возьмём колоду Таро Иллюминатов. И посмотрим, что она нам посоветует. Что она нам порекомендует. Итак, совет Таро. На эту неделю. Шестёрка Жезлов. Карта Победы. Чуете, какой совет? Идти вперёд. Не бояться. Делать. Дерзать. Побеждать. Брать своё. Самое главное, друзья мои, вот посыл этой карты. Брать своё. Смело. Решительно. Без всяких, как говорится, сёси-пуси. Но. Но. Сознанием дела. Учтите это. Сознанием дела. Сознанием обстановки. Навыками. Опытом. И так далее. Вот такой интересный вам совет. Мои хорошие раки. Ну, на этом я с вами расстаюсь. На этом я заканчиваю расклад. Вот. Вот мне остаётся пожелать только, конечно, вам здоровьица, благополучия обязательно. Конечно же, пожелать любви. Любви к себе. Мира вам. Вашей семье. В вашем доме. В вашей душе. И самое главное. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. И инстаграме тоже. Приветствую вас, дорогие мои львы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку. С 18 по 24 января. Сделаем краткий обзор главных событий этой недели. Ну и, конечно, посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание. Итак. Главные события этой недели. Начнём с вашего настроения. С вашего настроя. Каким оно будет? Ооо. Паш Пентакли, друзья мои. Хорошее настроение. Ладно. Какие главные события? Отшельник. Умеренность. Ага. Восьмёрка Пентакли. И девятка Жезлов. Ну, вот знаете, сразу же идёт ощущение, что эта неделя у вас будет для вас очень важной. Вы на чём-то будете сильно-сильно сконцентрированы. На каком-то деле. И вот именно это дело будет у вас постоянно в голове. Вам будет не до чего и не до кого. Вы как бы, знаете, сами в себя своего рода погрузитесь. И вам именно это погружение позволит или всё правильно сделать, или прийти к какому-то решению, или что-то понять, или, может быть, даже проанализировать и прийти к какому-то знаменателю, что ли. Да. Поэтому не исключено, что не до встречи вам будет, не до развлечений. Всё-таки посмотрите на ваше настроение. Паш Пентакли. Это трудяшечка. Это как птёлок, пчёлочка, понимаете. Дело прежде всего. А остальное потом. Возможно, захочется чему-то научиться. Возможно, захочется какими-то новыми навыками обладать. Захочется дома навести порядок. Может быть, даже сделать какие-то необходимые покупки. Кого-то навестить. Причём с подарками, с какой-то практической целью. Вот ваше настроение. И отсюда все дела. Именно на этом вы будете сконцентрированы. Да даже вот смотрите, восьмёрка Пентакли и девятка Жезлов, они уже говорят о работе, о каком-то деле, о какой-то хотелочке, практичной хотелочке, о каком-то практичном намерении. И это надо вот сделать ручками, ножками. В общем, приложить усилия, приложить умения. Но навести порядок. Может быть, в доме, может быть, по работе, в бизнесе. А может быть, и в отношениях что-то отрегулировать. Не исключено, друзья мои. Возможно, кстати говоря, на этой неделе вы кого-то будете избегать конкретного человека. Или избегать с ним разговора. Или отодвигать окончательный ответ «да» или «нет». Пока сами внутри себя не разберётесь, какой ответ будет самый правильный. Для вас будет правильный. Потому что вот, ваш интерес, это в первую очередь. Давайте посмотрим, на что вам обратить особое внимание. Ага, шестёрка, шестёрка чаш. Вот не исключено, что что-то из прошлого прилетит. Это раз. И это обратит на вас своё внимание. Для кого-то обратить особое внимание на общение с детьми. На семейные дела, однозначно. Ну, может быть, знаете, даже развязаться в чём-то с прошлым. Бывает и такое. Какая конфетка вас ожидает? Ну, конфетка «Рыцарь мечей» ещё та конфетка. Остренькая, скажем так, и с коньячком. Причём в крутом замесе. Вот такая интересная у вас конфетка. Ну, может быть, это поездка, которая неожиданно дала вам приятный результат. Хотя вы себя там вели, ну, скажем так, ну, чересчур настойчиво. Ну, так давили. Так пробивали, что, ну, как говорится, стены трещали. Но самое главное – результат. А результат хороший. То есть это ваш способ получения конфетки. Да, пришлось постараться. Но конфетка, похоже, очень-очень приятная. Вот почему-то напрашиваются такие интересные ассоциации, особенно если это касается мужчин. Ну, вот кто-то довёл вас, до кипения довёл, и оставалось только просто размахнуться и приложить кулаком по этому товарищу, понимаете. Залепить его, чтобы он, как говорится, понял. И для вас это вот как, ох, шоколадка. И такое облегчение сразу. И вопрос решён. Ну, что касается женщин, я не знаю, может быть, острое такое словцо. А может, даже впрямую залепили пощёчину вашему обидчику. Бывает. Или дали понять, наконец-то не выдержали, и дали понять, что тут, как говорится, особо-то не забалуешь. Не забалуешь. Вплоть до того, что стукнули кулаком по столу, сказали «Баста!» Будет так, как я сказал. И результат полученной вот таких действий для вас явился, конечно, конфеткой. Ну, не обязательно такие экстремальные случаи, естественно. Нет. Возможно, вы стояли на работе, победили в споре с коллегами, с руководством, продавили какой-то вопрос. Может, по оплате, может, по каким-то должностным обязанностям облегчили себе рабочий процесс. Может быть, и это. Может быть, вы дома, наконец-то, расчистили все свои завалы, которые уже давным-давно собирались сделать. Повыкидывали всё старое. То есть, таким, знаете, ничто и никто вас не могло остановить сделать это. А потом, как говорится, упали на диванчик, сказали «Фу!» Как хорошо стало! Какая я молодец! Вот такая, может быть, тоже моральная конфетка. Ну, вот пришло вот почему-то вот именно такое ощущение. Ладно. Заноза какая? Тройка чаш. Вот лучше бы наоборот. Ну, заноза. Тройка чаш, конечно, она говорит, что будут некие товарищи вас отвлекать. Заманивать, может, на какие-то встречи, вечеринки, разговорами отвлекать, перепиской отвлекать. Вот. Может быть, занозы, конечно, быть... Вот зашли в магазин и купили совсем не то, зачем заходили. А потом вышли и сказали, блин, ну шо ж я так это потратила, опять деньги не туда, куда хотела. Может, это быть занозой. Ну и на посошок совет. Совет второго. Что вам посоветует второй иллюминатор? Что подскажет, что порекомендует на эту неделю? Давайте глянем. Итак, совет второго. Кстати, вот знаете, сейчас пришла еще мысль, Паш Пентакли. Возможно, настроение или настрой будет на разговор с вашим ребенком, с вашими детьми. Причем разговор практичный о чем-то, вот именно о деле. Там не нотации читать, а именно конкретно о деле. Может, что-то надо сделать, может, что-то вам помочь. Или они должны что-то сделать, может, что-то купить, может быть, попросить финансовую помощь в чем-то, вот на данный момент. Да, будет еще вот это, друзья мои. Итак, совет. Башня, башня, друзья мои. Ну, во-первых, обратите внимание на свой дом, на свою квартиру, на дела с недвижимостью. Особенно, если вы намечаете какие-то сделки, либо уже оформляете, проводите, занимаетесь поиском недвижимости. То есть, обратите особое внимание. Ежели там что-то не так, лучше сто раз подумать, один раз отрезать и один раз принять, как говорится, решение. То есть, там, возможно, могут быть некие подводные течения, трещинки, которые, на первый взгляд, незаметны. То есть, обратите внимание. Ну, и, конечно, друзья мои, что-то выбросить, что уже, как говорится, а что вы уже запинаетесь, что уже надоело. Что-то окончательно решить, разрулить. С чем-то может расстаться, а может и с кем-то расстаться, а почему нет. Обрубить концы. Все. Чао, бамбина, как говорится, сори. Вот такой получился у нас расклад. Мне остается только вам пожелать на посошок здоровья, денежек побольше, взаимопонимания, любви, особенно любви к себе. О себе мы, к сожалению, вспоминаем в последнюю очередь. И вообще, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и на моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои девы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 18 по 24 января. Так сказать, сделаем краткий обзор главных событий на этот период. Что вас ожидает? Итак, главные события недели. Начнем с настроения, да? Каким будет ваше настроение, ваш настрой на этой неделе? Отлично. Рыцарь Пентакли. Какие главные события вас ожидают? Туз Пентакли. Тройка Чаш. Туз Чаш. И... Дама Пентакли. Ну, что сказать вам? Мои хорошие девы. Можно дальше гадания не продолжать. Посмотрите. Удача, шанс, подарок. Причем дар судьбы. Туз Пентакли. Радость по какому-то поводу. Шопинг, возможно. Веселье. Приятные разговоры. Приятные события. Приятные новости. Отсюда у нас взрыв эмоций. Радость. Эйфория, возможно. Ну и как в придачу, как говорится, вот вам еще и финансы, друзья мои. Тут настроение по финансам имеется в виду, что будет настрой заработать, завершить некие финансовые операции, подсуетиться где-то, что-то забить в колышки, оглядеть горизонты, где что можно как, как говорится, себе в кормушечку принести, что нужно доделать, с кем встретиться, с кем переговоры провести. С кем, о чем-то договориться. Вот ваш настрой. Чисто практичный. Очень практичный. Вот. Ну, может быть, какие-то дела вы приостановите, чтобы проанализировать, спокойно разобраться, куда вы идете, к какому результату придете. А потом уже, как говорится, дальше пойти намеченным путем. Так что все логично, друзья мои. Вот оно, пожалуйста. Отличные новости. Отличные результаты. И, соответственно, радость по этому поводу. Может быть, радость будет связана и с какой-то персоной, дамой Пентакли, обладающей статусом, обладающей возможностью взять вас под свое покровительство, или просто с ней вы будете иметь какие-то дела. Может, может, она вас куда-то порекомендует по той же работе. Может, какую-то сделку предложит. Может, поможет вам по дому. Может, элементарно просто окажет вам финансовую помощь. Ну, все замечательно, друзья мои. Вот тут, знаете, если перечислять все положительные события, которые могут произойти в вашей жизни в этой неделе, ну, можно, как говорится, два часа говорить подряд. Поэтому ориентируйтесь на вашу ситуацию. Что у вас происходит, где происходит и вообще как. И что может произойти. Ну, карты дают прямой намек на отличные новости и отличные результаты. Ну, что ж, давайте посмотрим, что вам обратить надо с особоим вниманием. Ага. Смотреть на перспективу, друзья мои. Карта звезды выпала. То есть нужно обратить внимание на то, на ваши планы, на будущее, что вы намечаете. Может быть, еще раз их продумать, как-то их скорректировать, уточнить. То есть продумать, что вы собираетесь делать дальше. На что вы надеетесь. Может быть, это связано не только с делами, а с отношениями, с людьми. Вот именно на это вам нужно и обратить внимание. То есть какие у вас звездочки светятся. Вот. На какие звездочки ваш глаз обращается ваше внимание. Вот туда еще раз посмотреть, подумать. Прикинуть, че, как, почем и зачем. Ну, что ж, какая конфетка вас ожидает? Ну, повешенные карты. Конфетка, знаете, учитывая вот эти все обстоятельства, она будет выглядеть как остановка. Да, пауза. Ну, для чего-то, уж не знаю для чего, но для вас это будет вот именно на пользу. Может, это связано не с вашими какими-то действиями, а может, связано с действиями других людей. У них что-то затормозится. У них дела не будут складываться. Именно те дела, которые направлены против вас. Понимаете? Мы же говорим о конфетке. И вот она пауза. Может, у них что-то сорвется. Может, затормозится. Может, что-то не будет получаться. А вам это в радость, ихная остановка, задержка, препятствие. Отлично, отлично. Так, какая заноза у вас будет? Семерка Пентаклей. Ну, она тоже говорит о неком ожидании. Да. Если вы будете заниматься оформлением каких-то бумаг, оформлением, допустим, собственности, или ждать какого-то решения, согласия, ждать каких-то писем, тоже может быть, то здесь придётся подождать. Но подождать немного. И для вас это будет вот некая такая занозочка. Ну, это заноза небольшая. Это, как говорится, всё решаемое и терпимо. Ну, и на Пасашок совет карт Таро, друзья мои. Спросим у Таро Иллюминатов, что оно порекомендует вам на эту неделю. Какой совет даст? Четвёрка жезлов. Ну, совет довольно интересный. После праведных трудов, после полученного какого-то результата, после удачной сделки, услуги, работы, переговоров, разговоров, отношений, расслабьтесь и отдохните. Отдохните в кругу самых близких вам людей, любимых людей, в кругу семьи. Вот. Может быть, с вашим сердечным партнёром или партнёршей. Ну, самое главное – отдохните. Возможно, это намёк на отдых, на выходные. А может быть, даже и отпразднуйте, если результат того стоит. Тем более у вас вот идёт тут какое благоприятное событие, как я уже сказала, дар судьбы, подарок. Может, обмыть покупку крупную придётся. Может быть, повышение по карьере. Может, увеличение зарплаты, удачно проведённую сделку. Но самое главное – что после этого отдохните. Вот такой вам совет. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Мне остаётся пожелать вам удачи, здоровья, взаимопонимания, мира в семье, мира в душе. Ну и самое главное – будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и на моём Инстаграме. Приветствую вас, мои дорогие весы. С вами опять я, Татьяна Шуманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 18 по 24 января. Сделаем краткий обзор главных событий. Посмотрим, что там карты нам нашепчут. Итак, главные события этой недели. Начнём с настроения, с вашего настроя. Ага, девятка пентакля. Прекрасно. Так, главные события. Десятка чаш. Солнце. Двойка мечей. И ещё одно. Ага, семёрка жезлов. Хорошая неделя, друзья мои. Выпадение солнца, карты солнца, уже сказала всё главное, что вы должны знать по событиям этой недели. Ну, прежде чем начать подробную трактовочку, друзья мои, кто не видел прошлую недельку, делаю объявление. Во-первых, у меня появился Инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Я там выставляю прогноз событий на каждый день. Кому интересно, пожалуйста. И второе объявление. Я открываю образовательный сезон по Таро в формате видео урока. Кому интересно, пишите, задавайте вопросы. Либо на Инстаграм, либо на мою электронную почту. Кому как удобно. Ссылочка и на то, и на другое будет под этим видео в описании. Ладно. Вернёмся к прогнозу. Итак. Светит вам солнышко на этой неделе. Светит какая-то радость. Светит какой-то сюрприз. Причём сюрприз неожиданный. С той стороны, откуда вы не ожидали. Ну, приятный сюрприз. Конечно. Может быть, связанный с детьми, с общением. Может быть, новости какие-то от них получите. Какие-то подарки от них получите. Может быть, это ваше состояние солнечное будет, скажем так. Может, что-то вы увидите. Ну, как прозреете, вроде бы. И станет ясно, что делать, как поступить, и как распределить дела по всей неделе, чтобы всё сделать и быть довольны. Прозреете насчёт, может быть, своей работы. Что делать дальше? Увольняться, оставаться. Как, как говорится, увеличить свою зарплату. Как заставить, вернее, вашего руководителя увеличить вам зарплату. Но рядом с солнышком не забываем у нас ещё десяточка чаш. Ну, мои хорошие, это любовь, это приятное общение, отношения, признание не только в любви, но и предложение руки и сердца. Может быть, помолка. А может быть, кого-то на этой неделе ждёт семейное мероприятие. Да, семейное мероприятие. Может, чьё-то день рождения, юбилей. Рождение ребёнка, кстати, внука тоже может быть. Получение новостей приятных тоже может быть. Вообще, это недели, даже судя по настроению, по девяточке Пентакли, вы довольны, понимаете, всё начало складываться. У вас появится желание показать себя. Какая вы хорошая, какая вы пригожая, как много вы умеете, знаете и вообще. Самое-самое-самое лучшее. Да, своего рода презентация. Презентация себя как специалиста, как партнёрши сердечной или партнёра сердечного. то есть в тех эпостасях, в тех образах, которые на данный момент для вас важно показать, проявить, выйти в люди и сказать, вот я такая и вот я такой. Ну, естественно, в этом есть интерес не просто так, а именно какой-то практичный интерес. Что-то вы за это должны получить. Вот такая интересная неделя. Ну, как говорят, в каждой бочке мёда есть обязательно ложка дёгтя. Ну, в данном случае может быть лёгкая-лёгкая такая небольшая-небольшая десертная ложечка дёгтя это семёрка жезлов. Ну, кому-то может быть покажется, что слишком вы роскошно живёте, слишком хорошо у вас всё. Ну, захотят насолить, может быть покритиковать или заявить свои претензии на ваше место или на ваши какие-то бонусы, плюшечки, якобы вы недостойны. Ну, в данном случае переживать не о чём вам. Вы себя заявили и заявите ещё больше и очень хорошо покажете, что вам здесь вообще не светит. Да. Только попробуйте рыпнетесь, получите в лоб и довольно-таки нехило получите. Вот о чём говорит у нас семёрочка. Причём, знаете, ваш показательный урок этому человеку для него, возможно, станет неожиданным. да. А может даже, знаете, и сами вы удивитесь, что вы так можете, что вы это сделали. Да. Такая вот новая грань в вашей личности проявится. Вот солнце о чём и говорит. Да, может проявиться какой-то талант, какая-то способность, какая-то чёрточка вашего характера, новая чёрточка, естественно. на что вам нужно обратить особое внимание. Так, вот, пожалуйста, как говорится, в тему к семёрке жезлов выпала у нас королева мечей. Кстати, вот вернусь к солнцу. Не исключено, что кто-то на этой неделе очень плотно займётся своими творческими делами. Да, придёт, может быть, идея какая-то, новое видение вашего творчества, что-то новенькое, интересное. И вы в этом погрузитесь, как говорится, всей души и всем сердцем. И может даже какой-то шедевр появиться, творческий шедевр. Так, на что вам нужно обратить внимание? Ну, королева мечей это уже персона. Ну, персона довольно интересная, любит покритиковать, острые словцов сказать, высказать свои требования, претензии свои высказать, на что-то, как говорится, обратить внимание, откнуть носом. Ну, бывает, правильно? Бывает. Причём и по делу, и не по делу. Вот так ей захотелось. поэтому, если в вашем окружении есть такая дама, будьте внимательны. Если надо, выставите защиту, дайте отпор, чтобы, как говорится, в будущем уже желаний у этой персоны нападать на вас не появлялось. Ну, и, конечно, обратить внимание на какие-то документы, возможно, оформление каких-то документов, может, на какую-то переписку. Да, что-то вот в этом плане. И так дальше идём. Конфетка, друзья мои. Что с конфеткой? О-о-о, шикарная какая конфетка. Точно какое-то мероприятие, дорогие мои, да? Ту-спентакли. Это подарок. Вполне ощутимый материальный подарок. Это получение денежки. Вот, может быть, как раз нежданчик. Это какие-то очень хорошие новости. Финансовые новости, материальные новости. В общем, конфетища ещё та. Ждите сюрприза, приятного сюрприза, шикарной возможности, шикарного шанса. Ну, естественно, воспользуйтесь этим. Что касается занозы, тройка жезлов. Ну, о чём она нам говорит? Придётся применить какие-то нестандартные решения, способы, методы в своих делах. Ну, вот, может, что-то сломалось, что-то не получилось, кто-то подвёл и пришлось выкручиваться самой или самому. То есть, некая такая пожарная несколько ситуация, где пришлось покреативить, подумать и применить, может быть, какие-то старые, старые способы и методы, которыми вы раньше занимались, а сейчас уже не применяете. Вот такая заноска отвлекающая. Ну, в принципе, вполне возможно, если то, что я говорил по семьёвке жезлов, что защита от нападения, борьба с конкурентами, с коллегами, если там что-то где-то как-то они там задумали. вот, но эта заноза небольшая, она вам по силам, понимаете, в принципе, легко, на раз вы справитесь с этой занозой. Ну, и на пассажок у нас, друзья мои, второй иллюминатор совет, совет, рекомендация на эту неделю, что посоветует нам второй иллюминатор. Так, пятёрка Пентакли. Нестандартный, конечно, совет, но ничего, это, как говорится, не трагично, справимся. Ну, в первую очередь, пятёрка Пентакли, она говорит о том, что если где-то не сложилось, что-то не получилось, что-то не устраивает, меняйте берега, уходите, расставайтесь. Хотя, конечно, и жалко, печально, но тем не менее. И не жалейте об этом. Самое главное, не жалейте. Всё, что не делается, делается к лучшему. Вот такой совет дала нам пятёрочка Пентакли. На этом, друзья, я заканчиваю свой прогноз. Мне остаётся только пожелать вам удачи. Пусть у вас всё сложится, всё получится. Гармонии вам, любви, взаимопонимания. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и инстаграме тоже. Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 18 по 24 января 2021 года. Давайте посмотрим, что тут нам карты нашепчут. Итак, краткий обзор главных событий на эту неделю. Какие события вас ожидают? Начнём с вашего настроения на этой неделе. Вашего настроя. Хм... домочаж. Интересно. Ладно, какие главные события? Семёрка мечей, двойка чаж, императрица, и влюблённая. Ну, судя по вашему настроению, неделя, конечно, может быть несколько эмоциональной. Ну, в связи с чем связано, мы потом увидим. Либо, знаете, настроение вот такое будет. захочется любви, захочется поговорить с кем-то, спросить совета, какой-то душевной теплоты, душевного общения. Может, даже, знаете, захочется встретиться со своей там закадычной подругой, родственницей, другом и так далее, с которым можно просто посидеть, поговорить по душам. Вот. Ну, неважно, может, по телефону, по скайпу, там у кого уж, как говорится, что. Ну, вот как-то выговорится, что ли. Да, выговорится. Может, даже попросить совета, попросить помощи. Вот какое-то вот такое у вас будет настроение. Ну, может быть, такому настроению будет способствовать какая-то любовная тема. Да. Отношения. Отношения с кем-то. Может, вполне и сердечные отношения, потому что тут у нас двоечка чаш, она уже говорит о некой встрече, о некой влюбленности. По крайней мере, знаете, заинтересованности. Заинтересованности в чем-то. Может, в любви, а может быть, заинтересованности просто в общении. То есть, то, что вас попросит душа, ваша душа подтянет вас к этому человеку. А уж что там душа ваша захочет в этот момент, ну, тут, как говорится, у каждого свое. Не исключено, что после этой встречи или перед этой встречей, или то, что будет способствовать вот такой развитию этой ситуации, будет ваш план, ваше какое-то намерение. Ну да, может, оно скрываться будет от всех. Это ваше внутреннее такое намерение. Вот. Либо что-то изменится. Либо это будет связано с изменениями. Либо обстоятельств, либо отношения к этому человеку или к ситуации. То есть, понимаете, вот тут как-то интересная напрашивается тема. И в то же время императрица, она нам говорит, что вы нацелены что-то стабилизировать в своей семье, в своей жизни. Может, это финансово имеется в виду стабилизация. Может, стабилизировать что-то в отношениях. Все-таки влюбленные они тоже у нас намекают на очень близкие отношения. Да, сердечные, душевные и так далее. Может, у вас появился, вот если касаться уж совсем личных дел, может, у вас появился на стороне какой-то поклонник или поклонница, но у вас уже есть партнер, и вы не знаете что делать, завязывать эти отношения. А может, это отношения у вас уже давно эти на стороне, и вам пришло время подумать, а что дальше делать, выбор сделать какой-то. Может, этот выбор будет касаться, друзья мои, и бизнеса, и работы, и каких-то домашних дел, личных дел. Вполне возможно. Но карта императрицы, она четко намекает, что вы хотите внести в свою жизнь какую-то конкретику, стабильность, благополучие, в том числе и финансовое благополучие, в том числе и семейное благополучие. Все-таки императрица, она нацелена на хорошую семью, на благополучную семью. И, естественно, вы будете на этой неделе, возможно, строить некий план, что ли, как вам реализовать ваши планы, или приступить к реализации этих планов, что сделать. Вот поэтому, возможно, и потребуется совет, поэтому потребуется, может быть, встречи, разговоры. Я бы сказала, что так, что неделя будет связана с вашими душевными порывами. Да, душевными порывами. А уж у кого что душа пожелает, это уже, как говорится, дело такое. У каждого индивидуально. Ну что ж, давайте посмотрим, на что вам обратить особое внимание. Паш Пентакли. Ну да, обратить внимание на общение с детьми, обратить внимание на практичную сторону, то есть на материальную сторону, на финансовую сторону, проверить, всё ли вы сделали, всё ли делаете, и правильно ли делаете, чего у вас не хватает. Может, в навыках, может, дома что-то не хватает, может, что-то надо прикупить, отремонтировать. Ну тут вот больше, знаете, я бы сказала, даже какие-то такие хозяйские дела идут, почему-то, мне кажется. Точнее, всё для семьи, для дома, для собственного уюта, благополучия, чтобы кубышечка наполнялась, чтобы дома было уютно, тепло, комфортно. Вот именно на такие вещи и надо будет обращать внимание на этой неделе. Конфеточки, давайте посмотрим, какие тут у нас. Ничего себе, конфетка, дьявол. Ну, это не конфетка, друзья мои, это целое конфетища. Да. Она очень даже может касаться интимной стороны. Тут вот, как говорится, кто на что способен. Я бы даже сказала, вообще, карта дьявола, она говорит, когда человек ударяется во все тяжкие. Да. Может, вы очень хорошо вот встретитесь, кстати, под эту же карту положила, и очень весело проведете время с последствиями, скажем так, ну, с последствиями, от излишних выпитого, или от излишних эмоций, или еще чего-то. Но, при всем при том, вы останетесь довольны. Вы не будете жалеть об этом. Может быть, конфетка является для кого-то настолько удачная сделка, причем, знаете, рисковая, рисковое какое-то дело, где вот пан или пропал, понимаете, но вы пошли на это, и у вас получилось. Не важно, что, но у вас получилось. Может, вы кого-то привязали к себе, а может быть, действительно, какой-то ритуал магический провели, если вы занимаетесь этим, и получили хороший результат от этого, то есть, достигли желаемого. Вот она, ваша конфетка. Ну, а какая заноза? Еще лучше. Маг. Тут магия, и тут магия. Ну, заноза, мне больше здесь видится в неком человеке. Да, в неком человеке, который, может, крутит вами, вертит вами. Ну, вы это видите, вы это видите. Может, как, не можете пока от него избавиться, что ли. Ну, нужен вам этот человек, нужен для каких-то дел, и надо потерпеть. И вот для вас это пока такая вот заноза. Ну, для кого-то эта карта может проиграться, как сразу много дел на этой неделе. И хошь, не хошь, но приходится крутиться, вертеться, как белка в колесе. Ну, надо все сделать. В общем-то, для вас это не проблема. Вы это все сделаете, вы это можете сделать, но вот единственное, что сразу все свалилось в кучу. вот такая заноза. Ну, и напоследок у нас, друзья мои, совет карт Таро. В данном случае Таро иллюминатов. Давайте спросим, что же вам порекомендует Таро иллюминатов, что посоветует. Итак, совет. Восьмерка Пентакли. Карта работы. Вот вам и весь совет, друзья мои. Куйте железо, пока горячо. Вот если коротко и емко. Я думаю, всем понятно. На этом я заканчиваю свой расклад, мои хорошие. Мне остается пожелать вам здоровья, денежек побольше. Пусть у вас все сложится, пусть у вас все получится. Любви вам, взаимопонимания и, конечно же, счастья. Ну, и до встречи на моем канале. И Инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои стрельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 18 по 24 января. Давайте посмотрим, что вам скажут карты Таро 78 дверей. Какие главные события подскажут. Чем обрадуют. Про какие заноски будут говорить. Итак, главные события этой недели. начнем начнем с вашего настроения. Да, какой у вас будет на этой неделе настрой. Прекрасный настрой, друзья мои. О, колесница. Хорошо, какие главные события. четверка жезлов. Так, что еще? Шестерка пентакли. Что еще? Ага, пятерка жезлов. Так, еще одна, наверное, каждую. Двойка пентакли. Друзья мои, прежде чем начать трактовочку, два коротеньких объявления. Во-первых, у меня появился инстаграм, заходите туда, подписывайтесь. Там я выставляю прогноз событий на каждый день, так называемая карта дня. И там же еще у нас будет объявление по поводу обучения Таро. Да, то есть я открываю образовательный сезон обучению Таро. Ссылочки и на инстаграм, и на почту, куда вы можете писать, обращаться, задавать вопросы, будут под этим видео внизу в описании. Ну, а теперь вернемся к прогнозу. Итак, ваше настроение колесница. Какая-то появится у вас на этой неделе задача, цель, сильная хотелочка. У кого-то, возможно, появится желание куда-то рвануть, с кем-то встретиться, что-то замутить. Вот такое у вас будет настроение. Ну, а что главные события говорят? Будут некие встречи, будут сюрпризы, друзья мои, неожиданные сюрпризы, будет повод отпраздновать что-то, возможно, это будет семейное мероприятие, может быть, корпоративное мероприятие, может быть, и будете отмечать удачный проект, удачное дело. Ну, вот что-то сделайте, завершите, даже по дому, по хозяйству, не обязательно там работа, бизнес, и решите, что стоит это дело обмыть на радостях. Вот, может, кто-то приедет к вам в гости, хорошие новости получите. Ну, в общем, друзья мои, приятные моменты на этой неделе будут однозначные. Тем более, шестерочка Пентакли, она пока еще и намекает на подарки, на какие-то денежные сюрпризы, может премии, может быть, какие-то бонусы, мало ли что, может упасть в ваш кошелек. Но, в любом случае, что бы это ни было, все равно это приятно. Ну, остальные карты как раз, наверное, и показывают те движения, которые вы будете делать под вашим настроением, потому что Пятерка Жезл, она говорит о желании, о вашем желании чего-то добиться, пробить стену непонимания, доказать свою правоту, да, вполне возможно. И еще, знаете что, будет некая трудность попасть в какие-то двери, где можно решить ваш вопрос, вашу задачу. Это любые могут быть двери и государственных органов, и вашего руководства, и статусных партнеров, и так далее. Но вы попытаетесь в любом случае, попытаетесь попасть и получить, естественно, положительные результаты, и вас будет очень сложно остановить. Да, много будет телодвижений, много, возможно, придется какой-то переписки, суеты, поездок, что-то выбирать, что-то откидывать. Ну, можно даже, знаете, сказать, неделька вполне будет хлопотная. Ну, в принципе, неудивительно, с таким-то настроением, да не хлопотная неделька, ну, это как-то было бы странно, согласитесь. Может, у вас свалится несколько работ, несколько задач, несколько дел, несколько хотелочек, и вы захотите именно сразу все, как говорится, начать и сразу все получить, закончить и так далее. Вот как-то так. На что нужно обратить особое внимание рыцарь Пентакли. Вот знаете, рыцарь Пентакли, он, во-первых, намекает вам, нужно обратить внимание на перспективы, да, на перспективы, что там, за горизонтом, что вы получите, начиная любое дело, производить оценку именно с этой позиции. Ну, и еще, наверное, подходить ко всем делам, можно, и не только к делам, к отношениям, и еще каким-то таким интересным моментам, ситуациям, обстоятельствам, ну, скажем, не торопясь, а буду манна, вначале проанализировать, а потом уже действовать. И с практической точки зрения, только с практической, друзья, эмоции ни в коем случае не включать. иначе будет неверное решение принято, неверное действие, а может даже, и, как говорится, наговорите, что попало, потом жалеть будете. Ну, теперь давайте о приятном. Конфетки. Что за конфетки вас ожидают? Ну, посмотрите, какая прелесть, какая прелесть, все-таки вы попадете вот в эти двери, куда стремитесь? Шестерка. Шестерка жезлов. Двери все-таки открылись, вас приняли, вас признали, вас оценили, вот особенно кто ищет работу на этой неделе, кто продвигает какой-то проект или стремится заполучить выгодного клиента в свой бизнес, или заманить к себе кого-то в гости, или порешать какие-то там важные дела с помощью влиятельных персон, или людей, которые могут вам в этом помочь. Может, даже, знаете, генеральную уборку вы решили сделать, но чувствуете, что не потянете, ну никак не потянете одна. Надо кого-то звать. Вот, пожалуйста, зовите, и к вам на помощь придут. Вот такая приятная конфетка. В общем, все получится. Причем получится по высшему классу. И не важно в какой сфере и чего это касается. Так, ну а заноза? Ну, заноза, она и есть заноза. Заноза у нас король мечей. Действительно, в точку, как говорится. Да, может, как говорится, портить вам нервы некий товарищ со своей критикой. Может, он, знаете, любит похамить, поострить, причем с черным юмором. Вот, ну, не прощайте внимания, что сделаешь. Ну, человек такой. Также занозы может быть какие-то препятствия при оформлении документов, при решении каких-то юридических дел. Или ваш начальник поставит очень жесткую задачу вам на этой неделе, с очень жесткими требованиями, и это надо будет выполнить, и именно выполнить в тот срок, который вам будет назначен. Да, это некая персона, друзья мои, это некая персона, или некое дело, которое будет вас напрягать. Может состоится какой-то нелицеприятный разговор, не сказать, чтобы там какой-то скандал и прочее, но, тем не менее, жесткий, жесткий, может быть, разговор с кем-то, или с вашей подачей, или с подачи того человека, с которым вы столкнетесь. Ну, и на пасашок, мои хорошие, давайте посмотрим совет, совет карт Таро иллюминатов. Что же вам посоветует это Таро? Что порекомендует? Итак, совет. Отлично. Девятка Пентакли. Вот еще раз, кстати говоря, совет у нас вторит, в общем-то, позиции, где, на что нужно обратить внимание. Да, выпала материальная карта, карта довольства, карта вашего личного интереса, причем именно материального интереса. И совет состоит в том, что обратите именно на эти дела, особое внимание. Да, не забывайте о себе, делайте все не в ущерб себе, и вообще, занимайтесь на этой неделе только приятными для вас лично делами. Вот такой совет. на этом я заканчиваю свой прогноз. Мне остается пожелать вам, конечно же, здоровья, успехов, удачи, пусть у вас все на этой неделе будет чики-пики, чтобы вы были действительно довольны по максимуму. Ну, и, конечно же, будьте счастливы, и до новых встреч на моем канале и в инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои газироги. С вами Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 18 по 24 января. Давайте посмотрим, что тут нам нашелестят, нашепчут карты Таро 78 дверей. Какие конфетки, какие занозы. Итак, главный обзор у нас главных событий на этой неделе. Что же вас ждет? Начнем с вашего настроения, с вашего настроя. Так, ну, троечка пентаклей. Отлично, отлично, друзья мои. Хорошо. Так, главные события какие? Пар жезлов. Так, повешен. Так, четверка мечей. И давайте еще одну. Ну, прекрасно. Как говорится, дело закончилось тузом пентаклей. Роскошно. Ну, прежде чем начать, отвлеку вас на минуточку объявлениями. Во-первых, я теперь есть в инстаграме. Заходите. Там, кстати, я выставляю прогноз событий на каждый день, кому интересно. Вот, это первая новость. Вторая новость. Я открываю образовательный сезон в формате видеоуроков. У кого есть вопросы, друзья мои, ссылочки на электронную почту, ссылочки на мой инстаграм внизу в описании под этим видеороликом. Ну, а сейчас давайте продолжим. Что же там у нас с событиями? Ну, во-первых, настроение. Настроение рабочее. Тройка пентаклей. Да. Какую-то вы поставите себе задачу на этой неделе и будете ее либо довести до совершенства, либо ее закончить. Ну, закончить качественно, чтобы, как говорится, быть довольным. И если вы это делаете для кого-то, чтобы и клиент тоже был доволен. Или человек, кому это вы делаете, потому что не обязательно это какой-то коммерческий процесс, чтобы тоже был доволен. Кто будет заниматься на этой неделе оформлением договоров, в том числе трудовых договоров, друзья мои, все пройдет гладко. Все пройдет гладко, и вы к этому будете стремиться, вы будете очень пунктуальны, практичны. Каждый пункт прочитаете, продумаете, проанализируете. То есть тут, знаете, нет такого абы как и абы что. Нет. Здесь все серьезно. Дальше. Что касается событий. Да, будут некие предложения. Ну, скорее всего, делового характера. Паш Жезлов нам об этом шепчет. Предложения заманчивые, интересные. Может, по работе, может быть, даже навстречу, на какие-то переговоры, на какие-то новые знакомства. Не исключено, что и сердечного характера, хотя, в общем, об этом вроде бы как говорить еще рано, но, тем не менее, интерес присутствует. Ну, конечно, неделя непростая в том плане, что она от вас потребует полной отдачи, полной концентрации, анализа, обдумывания, может, даже где-то планирования. И четверка мечей очень хорошо это показывает, что именно будете сконцентрированы на чем-то одном. Да, будет не все гладко, но, тем не менее, может быть, путем, методом проб и ошибок, может быть, где-то, как говорится, на ощупь, но вы будете продвигаться к своей цели, продвигаться к тому, что вы наметили и что вы делаете, потому что, друзья мои, на горизонте-то ту спинтакли, шанс, возможности, и упустить их было бы, ну, как говорится, обидно, это как минимум. Поэтому потихонечку, полегонечки, может быть, даже где-то останавливаясь, все-таки у нас здесь выпал еще и повешенный, останавливаясь и делая паузу, чтобы продумать, собрать, может, некую информацию, чтобы потом уже действовать наверняка. Ну, еще раз повторю, что, да, возможны и остановки не по вашей причине, то есть некие препятствия или задержки в решении ваших каких-то дел, задержки во встречах, задержки выполнения в реализации, скажем, ваших хотелочек. Ну, бывает. Тем не менее, тем не менее, мои хорошие, ту спинтакли говорит, не печальтесь, не переживайтесь, все у вас получится. Более чем, потому что ту спинтакли это как дар судьбы, это подарок, это возможность, это фортуна, это шанс. Особенно это, знаете, для тех, кто новое дело начал. А как любое новое дело, оно всегда, конечно, двигается где-то с запиночкой, где-то, как говорится, с остановочкой, но тем не менее, оно двигается, и оно уже дает результаты. Также, если дела касаются ваших отношений, налаживания отношений, примирения, допустим, да, или выяснения отношений, тут тоже идет намек на то, что торопиться не надо. Обдумайте прежде, а потом уже действуйте. И опять же в своих интересах. Ну, теперь давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание. Императрица. Императрица это хозяйка. Императрица это стабильность, стремление к стабильности. И еще раз намек на то, что нужно все свои дела делать с учетом перспективы, друзья мои, да, чтобы эти дела не нарушили ход жизни вашей семьи, не нарушили комфорт ваш личный или комфорт вашего окружения, не нарушили какие-то ваши финансовые запросы, да, это обязательно. Таким образом, мои хорошие, рулите сами, не отдавайте бразды правления кому-то. Все под ваш личный контроль. Абсолютно. И тогда все будет хорошо. Какие конфеточки вас ожидают? Ничего себе конфеточка, рыцарь мечей. Ну вот у меня такое ощущение, что вы сделаете на этой неделе прорыв. Ваш мозговой штурм закончится очень удачно. Вы будете довольны. Вы будете считать, что это действительно конфетка. Не исключено, что состоится некая поездка, которая принесет вам удовольствие, принесет вам перспективы на будущее, а может быть и принесет ощутимые результаты, потому что не забываем про ту спинтакли. И вполне возможно, что эти результаты будут для вас неожиданными. То есть случится некое событие, ворвется в вашу жизнь, как говорится, не спросив вас, и это событие будет для вас как подарок. Ну и конечно, как коробка конфет. Вот почему-то именно идет такое ощущение, друзья мои, уж извините. Ну, а заноза какая? Угу, двойка жезлов. Вы знаете, может быть состоится, вот конфетки вернусь, может состоится неожиданная встреча с кем-то. И эта встреча быстро порешает какие-то ваши ситуации, задачи, цели. Чем-то вам очень сильно поможет этот человек, понимаете. Случайно, возможно, вы его встретите, столкнетесь с кем-то, столкнетесь с ним где-то. И вот, пожалуйста, итог. В виде коробки конфет. Ну, заноза, двойка жезлов. В чем она может состоять, друзья мои? Ну, придется лавировать, скажем так. Да, лавировать, собирать втихушечку информацию, подглядывать, подсматривать, прислушиваться, перебирать это или то, так или эдак, с этим партнером работать, с этим человеком связываться или с другим человеком. Такая отвлекающая вас заноза. особенно когда оба претендента хороши и выбор довольно-таки затруднен. Ну, вы с этим справитесь, учитывая ваше настроение, учитывая ваши шансы, возможности, подарки судьбы. То есть, в принципе, для вас это заноза, как говорится, это ну, ни о чем. Не заноза, а так. Мелочи. Так, теперь давайте посмотрим, что же вам посоветуют карты Таро на эту неделю. Таро иллюминатор. Какие рекомендации даст? Так, совет Таро. Умеренность. Сохраняйте спокойствие. Только спокойствие и гармонию в душе. Не доводите до каких-то кризисных ситуаций. В случае острой необходимости идите на компромиссы. Но держите баланс. Баланс дел, баланс отношений, баланс интересов. Вот как-то так. На этом я заканчиваю свой прогноз. Мне остается пожелать вам, конечно же, здоровья, фортуны. Пусть вот эти шансы придут действительно вашу жизнь и окрасят эту неделю, скажем, фейерверком перспектив, как минимум. Ну, гармония вам, мира, мира в душе, мира в вашей семье. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои водолеи. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 18 по 24 января 2021 года. Поможет нам узнать о событиях на этой неделе Таро 78 дверей. Вот. Итак, приступим. Главное событие этого периода. Начнем с вашего настроения, с вашего настроя. Прекрасно. Шестерка Пентакли. Хорошо. Какие будут события главные? Император. Так, так, так. Дальше. Дьявол. Все интереснее, интереснее. Так, семерка мечей. Ну, дела. Что еще? И рыцарь жезлов. Так, ну, настроение по шестерке Пентакли у вас позитивное. Да, позитивное. Ориентироваться вы будете на какие-то плюшечки, на поступление каких-то денег. Похоже, вы их уже ожидаете или собираетесь какую-то выполнить работу или услугу и получить за это вознаграждение. не исключено, что кто-то настраивается и вообще на подарки. Уж по какому случаю не знаю, но тем не менее. Просматривается также в вашем настроении и настрое желание плотного взаимодействия с людьми. Взаимовыгодного взаимодействия, друзья мои. Ну, давайте посмотрим, что по событиям. Во-первых, выпавшие карты уже говорят, что неделя будет непростая. Много будет завязок с влиятельными людьми, может, даже с чиновниками и, скорее всего, с вашей подачей. То есть, будут некие хотелочки, желания, сильные желания, типа хочу, 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 ничего не знаю, ничего не слышу, подайте мне вот это или сделайте так, как я хочу. Вот что-то в этом роде, друзья мои. Ну, конечно, здесь есть риск попасть на какой-то, на некую зависимость или риск увлечься слишком и потерять ориентиры, границы дозволенного или границы, через которые переступать уже просто-напросто нельзя, чревато. Но, тем не менее, у вас есть план, понимаете, план какой-то скрытый от других, план непростой, с какими-то тайными ходами, тайными схемами, у меня даже есть подозрения и несколько мошенническими схемами, с хитринкой, чтобы получить что-то, обойдя стороной или вокруг, обходными путями, дорогами, через голову кого-то, может, даже через подставу у кого-то. То есть, будет преследоваться такой сильный свой личный интерес, что вот эти моральные какие-то правила, они затушуются. Ну, не то, чтобы сказать, исчезнут, нет, но, тем не менее, не так важны станут. Непростой, друзья мои, у вас прогноз непростой. Если вы не склонны к таким вещам, о которых я говорю, то, тем более, тем более, друзья мои, будьте внимательны на этой неделе, потому что не исключено некое давление на вас, использование вас, причем, не раскрывая полностью карт. То есть, это может быть привлечение вас к чему-то с такой, знаете, красивой картинкой, безобидной картинкой или заманивающей картинкой, но истинная подоплека этой сделки или этих отношений, она от вас может быть очень тщательно скрываться, друзья мои. Особенно будьте внимательны, если у вас на этой неделе появится своего рода поклонник, то есть, возможность флиртануть, завязать отношения, сходить куда-то на вечеринку с незнакомым человеком или с малознакомым человеком. Вот тут, как говорится, будьте очень-очень осторожны, потому что последствия могут быть непредсказуемые. Такие поездки, такие встречи могут вами просто-напросто не контролироваться, потому что вы не знаете, что там было, что на самом деле было задумано и с какой целью вас вот так обхаживают, обвораживают, предлагают всякие плюшечки красивые и так далее. Да, а поездки вот такие могут быть вполне, друзья мои. Встречи, поездки, знакомства. Ну, семерка мечей, конечно, и дьявол, компашка не очень. Хорошо, конечно, если это с вашей стороны будет, но опять же тоже тут надо иметь некие границы, слишком не увлекаться. Но если это в вашу сторону, то тут мама дорогая не балуй. Ну, вот опять же шестерка пентаклей, ваше настроение, ваш настрой, настрой получить вот те же, кстати говоря, плюшечки, те же подарочки, судьбы, если может быть, возможности, заманчивые предложения, понимаете? Да, что-то появится на горизонте, и у вас, как говорится, разыграются аппетиты. Давайте посмотрим, на что обратить особое внимание. Видите, вот персонаж, вот персонаж, какие-то люди с какими-то непонятными намерениями. Так, на что обратить внимание? Сейчас глянем, что тут. Ага, нежданчик, друзья мои, двойка мечей, нежданчик, действительно. Не исключено, что придется впасть в ступор. Да, может поступить какая-то информация, которая для вас будет не просто неожиданной, а на грани чего-то непонятного. И что с этим делать, одному Богу известно. нужно обращать на подобные случаи, на подобные ситуации очень большое внимание. Вспоминайте в этом случае поговорку про сыр. Да, про сыр в мышеловке. Так, хорошо. Какие ожидаются конфеточки? Четверка Пентагрии. может быть небольшое получение денег, небольшие покупки в определенной такой сумме. В общем-то не зашикуешь. Да. Хотелось бы больше. Дверца маленькая, да, хочется через заборчик попасть. Там вроде бы и ягода крупнее, и фрукты сочнее. Но вот возможности пролезть через эту дверку девочки, ну никак. тут надо что-то придумывать. Но тем не менее, тем не менее. Хоть и ограниченные, но возможности будут. Да, может быть получение зарплаты, премии, пособий каких-то. Причем действительно не для вас вот конфеткой. Может быть это будет неожиданно, или вы уже долго ждете, и все тянут, тянут вам, а тут вот вдруг на этой неделе наконец-то сподобились и выдали. Может быть и такой приятный момент, как возможность хоть немного, но на чем-то сэкономить. Или отложить некую сумму на будущее. Да, вот и эта конфетка может быть у кого-то в такой форме. Для кого-то эта карта может проиграться как возможность уйти от какого-то обязательства, что не надо будет платить за что-то деньги, хотя вроде бы как такой риск появился на горизонте, но все разрешилось, все утряслось, все выяснилось, и такая потребность отпала. И это будет, конечно, для вас конфеткой, друзья мои. Может, за что-то меньше заплатите, допустим, планировали, или чем было указано в счете. И это может явиться для вас конфеточкой, друзья мои. вот почему-то еще идет одно ощущение, что для кого-то на этой неделе уменьшится объем работы по независимым от вас причинам. Ну, что-то поменяется, какие-то планы, может, у начальства поменяются, или еще что-то поменяется, и вместо огромного объема останется совершенно маленький участочек, маленькая задача. И это, конечно, вас будет радовать. Ну, что ж, давайте посмотрим, какая заноза вас ожидает. Ну, девятка жезлов. Работа, друзья мои, работа, скажем так, необходимость выполнить определенную работу. Хочешь, не хочешь, но ее надо будет доделать. Вот такая заноза. Что-то надо будет сделать. Может, куда-то поехать обязательно, с кем-то переговорить, но самое главное завершить. Завершить что-то. Может, что-то кому-то пообещали, но тянули с этим делом, а дальше уже тянуть некуда. Может, собирались действительно куда-то съездить, но никак времени не хватало. Вот что-то вот такое, друзья мои, да. Что-то надо будет доделать. Ну, и совет. Совет карт Таро. Давайте спросим у Таро иллюминатов. Какую рекомендацию даст нам этот Таро на недельку. Итак, совет Таро. Тройка мечей. Ну, если уж в такой, как говорится, категоричной форме, то не развивайте себе сердце, не принимайте близко к сердцу какие-то дела, каких-то людей, какие-то проблемы, ни в коем случае. Любовные это дела, любовные ли отношения, деловые отношения. Ну, учитывая, что неделя непростая, вполне возможно, что что-то пойдет не так, что-то будет не получаться. Кто-то вас разочарует из людей, может, даже кто-то подведет вас, понимаете. Не важно. Главное, не принимайте близко к сердцу. Ну, если уж совсем не в моготу, найдите человека, которому вы доверяете, с которым у вас очень близкие отношения, выговоритесь, выплачетесь, и на этом успокойтесь, но не рубцуйте свое сердце. Вот такой прогноз. Интересный получился, мои хорошие водолеи. Уж что вышло, то вышло. Тут от меня вообще ничего не зависит. И, конечно же, мне хочется предупредить вас, что это общий прогноз. Это раз. Во-вторых, вы все разные, и не обязательно, что у всех это проиграется, все досконально. Может, какая-то часть, а может, и вообще ничего. Поэтому имейте это в виду, не накручивайте себя. Вот, кстати говоря, тройка мечей, не накручивайте себя. Вы слушали, сделали себе пометочки, если что-то вас заинтересовало, подготовились, подстраховались, и вперед из песни. Ну, что ж, на этом я заканчиваю. Мне остается только пожелать вам удачи. Пусть эта неделя будет легкой, плодотворной, без занос, с одними сплошными конфеточками. Ну, и самое главное, друзья мои, будьте счастливы, и до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои рыбулечки, рыбоньки. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 18 по 24 января. Так сказать, сделаем краткий обзор главных событий в этот период. Итак, какие же главные события вас ожидают? Начнем с настроения, с настроя, как мы себя будем чувствовать. Паш Пентакли. Отлично. Какие главные события ожидают? Десятка жезлов. О, Туз Пентакли. Можно дальше не продолжать, но мы продолжим. Что еще? Шестерка Пентакли. Ну, давайте еще одну. Ага, и семерочка мечей. Итак, что тут у нас получилось, друзья мои? Настроение у вас будет деловое. Да. Возможно, у кого-то это желание наладить плотный контакт со своими детьми, или очень плотно с ними пообщаться на этой неделе. Может побаловать их подарочками, какими-то денежными вливаниями, либо ваши дети, надежда на ваших детей, что они вам подкинут денежки. Ну, а так вот, если перейти на личные бытовые дела, то, скорее всего, настроение будет вкусно покушать, что-то такое необычное приготовить, что-то прикупить такое по душе, как говорится, ну и для дела, вот обязательно для дела тут уже, тут, знаете, тут больше идет практически такой посыл, не эмоциональный, вот, как говорится, во все чашки, а именно вот это пригодится, вот это мне нужно туда-то, вот это нужно сделать для того-то, то есть, вот такая какая-то, вот такой будет какой-то подход. А, забыла, рыбулечки мои, два коротеньких объявления. Первое, я теперь есть в инстаграме, заходите, подписывайтесь, там я выставляю прогноз на каждый день, вот, кому интересно. Вторая, значит, новость, я открываю образовательный сезон в формате видеоуроков, тоже кому интересно. Если есть вопросы, пишите либо мне в инстаграм, либо на почту, ссылочки внизу в описании под этим видеороликом. Ну, а теперь давайте продолжим. Что же у нас с главными событиями? Ну, во-первых, действительно получение денег, получение подарков. Не исключено, после каких-то затруднений, препятствий, препонов, наконец-то вас увидят, вас услышат, вас оценят, и вы устроитесь на работу. Не исключено, что даже окольным каким-то путем, опережая своих соперников, которые тоже претендовали на это место. Это приятная новость, да. Ну, шестерка Пентакли, она вообще, конечно, шепчет вовсю, что либо действительно натуральный будет какой-то подарок, презент, какой-то сюрприз, какая-то неожиданность, либо оказана действительно материальная помощь. То есть какой-то может быть даже взаимобмен. Получится, что вы для кого-то сделаете работу, подработку в данном случае, и вам заплатят очень даже хорошую цену. для вас эта цена будет довольно неожиданной. То есть превышать ту стоимость, которую вы назначили. И еще рыбки мои. На этой неделе какая-то мысль закрадется в вашу головку. Да. Ну, афишировать вы ее, конечно, не будете. И в связи с чем она будет связана, это тоже сложно сказать. Вполне возможно, что вот с этим шансом, с этими открывающимися возможностями. но как-то, знаете, вы измените свои планы насчет чего-то. Откорректируйте свои намерения. Да. Вот что-то изменится на этой неделе, и вам придется несколько откорректировать свои действия. Может такое произойти. И еще вот идет такая информация, что может кто-то из вас на этой неделе будет уклоняться. Уклоняться от выполнения каких-то обязательств. Может уклоняться от встреч, от ответа, от ответа, допустим, переписки или в устной какой-то форме. Может даже как-то ловчить будете. Стараться не делать то, что вам не хочется. Вот я бы даже так сказала. Ну невыгодно вам это, неинтересно вам, несвоевременно, да мало ли какие причины. Вы нынче вон, у вас настрой-то практичны, очень практичны. Зачем тратить время попусу на что-то непонятно что, или то, что вам не приносит никакого удовольствия и пользы. Вот как-то так. Ну, будьте внимательны, друзья мои, караульте свои шансы, возможности, не пропустите эту удачу, не пропустите. Ну, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание на семью, друзья мои, и на финансовые вопросы. Вот две апостаси, которым вы должны быть очень внимательны. А там уж смотрите, что для вас важнее, первое или второе, или все вместе. Какая конфетка вас ожидает? А конфетка Король Пентакли, друзья мои, вот, где ваши шансы, вот, где ваша удача от какой-то персоны и удача, связанная, скорее всего, с денюжкой. Смотрите в оба, не пропустите. Ну, конфетка приятная, не просто приятная, во-первых, она большая, она солидная, она с перспективой, и очень много что вам может дать. Что это, я не знаю, друзья мои. Может, это связано действительно с работой, с бизнесом, а может быть, с сердечными делами, вот, с таким товарищем, статусным, состоятельным. Заноза какая вас ожидает. Ну, поездка, друзья мои. Рыцарь Жезлов, он, как правило, говорит о поездке. Куда-то надо будет съездить, куда не очень хочется. Может, даже и не один раз. Какие-то разъезды. Для чего? Ну, сложно сказать. Либо с каким-то персонажем, который будет на вас, ну, наезжать, что ли. Ну, что-то он от вас захочет получить. А вот вам вот это вот, ну, никак. Вот она у нас, семерка мечей, вполне возможно, связанная с этим персонажем. От него вы будете уворачиваться, стараться с ним не контактировать или не давать согласия на что-то и так далее. Вот так вот как-то. Ну, а теперь время совета. Совета Таро. Таро иллюминатов. Давайте посмотрим, что порекомендует Таро на эту неделю. Какой совет даст? Какой совет даст? Таро иллюминатов. О, туз мечей. Ну, совет, по-моему, вот знаете, прямее не бывает. Надо, если рубите, отрезайте контакты. Надо, если действуйте смело, решительно, напористо, без эмоций. Хотите что-то начать, какое-то новое дело, новую работу, новый бизнес, новые отношения, действуйте, не медлите. Всё у вас получится. Вот такой совет интересный. На этом я закругляюсь. Мне остаётся только пожелать вам обязательно здоровья, обязательно денежек побольше, благополучия, то бишь, обязательно взаимопонимания, по крайней мере, с самыми близкими людьми, мира в душе, мира в сердце, любви, особенно к себе. В общем, рыбулечки, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и на моём инстаграме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова